Совет Европы 16 марта Первые решения по Северному Кавказу Европейский суд по правам человека вынес еще в начале 2000-х. Дела касались событий Второй Чеченской войны. Это, например, бомбардировка колонны беженцев, убийство мирных жителей в Октябрьском и Старопромысловском районах Грозного, обстрелы, задержания и похищения. Рассмотрение жалоб в ЕСПЧ тогда добился правозащитный центр «Мемориал». В итоге суд в Страсбурге признал нарушение. Опрошенные Кавказ-реалии правозащитники указывают, что ЕСПЧ был важным институтом для защиты прав человека во всех регионах Северного Кавказа. Так, например, суд в Страсбурге неоднократно признавал нарушение против пострадавших во время теракта в Беслане и требовал от России выплатить им компенсации. Мы сами заявляем о том, чтобы это преступление было рассмотрено объективно в России и все виновные были объявлены и наказаны, и лица, и структуры. Но российская сторона, российская власть не приняла наши дружеские соглашения. И это говорит о том, что наша власть не хочет выявлять и наказывать виновных, наказывать структуры, виновные в допущении столь чудовищного террористического акта. Одно из самых громких дел из Дагестана, которое рассматривал ЕСПЧ, это расстрел силовиками братьев-пастухов Гасан Гусеновых в 2016 году. Суд признал ответственность российских властей и обязал выплатить отцу убитых 120 тысяч евро. Охранительные органы для чего бывают? Чтобы народ защищать. А они что делают? Убивают. В последние годы Европейский суд по правам человека также рассматривал дела о преследовании в Чечне ЛГБТ-людей. Кроме того, в суде находится жалоба правозащитников на пытки и массовые казни в секретных тюрьмах Грозного и дело Салмана Типсуркаева, которого похитили в 2020 году, предположительно, за связи с чеченской оппозицией. Помог ЕСПЧ и детям из регионов Северного Кавказа страдающим спинальной мышечной атрофией, обязав обеспечить их лекарствами. Также суд в Страсбурге становился на сторону пострадавших от насилия в семье. Новые нарушения в России ЕСПЧ рассматривать не будет. Однако решения по ранее поданным жалобам или по тем событиям, которые произошли до 15 марта 2022 года, как ожидается, будут вынесены. Всего в Страсбурге находятся 18 тысяч обращений из России. Это больше, чем из любой другой страны. Правозащитники Северного Кавказа указывают, что ЕСПЧ был сдерживающим фактором для национальных судов, и теперь сфабрикованных дел может стать еще больше. Подписывайтесь на «Кавказ. Реалии» в социальных сетях, чтобы быть в курсе. Продолжение следует...